Всем привет друзья, значит сегодня хочу на 211 и не только 211 и на ML возможно такое, но многих автомобилях возможно классную функцию хочу показать. То есть когда вы ставите заднюю передачу, зеркала опускаются, чтобы вы смогли увидеть тротуар. Но на многих автомобилях с завода эта функция не активирована, то есть из меню, то есть нет этого меню, вообще нет этого меню, чтобы вы включили. Вот допустим вот вот наш автомобиль. Включаем, заводим двигатель. Значит друзья, значит вот есть две кнопки левое зеркало и правое зеркало, да правильно? То есть вы когда сдаете назад, вы смотрите на бордюр. Если у вас даже эта функция активирована из меню, если вот так левое стоит, у вас правое зеркало не будет опускаться, не будет работать. Обязательно включите правую сторону, чтобы зеркало, ну зеркало опускалось. Вот сейчас посмотрите, включили правую сторону, вот. Ставим сейчас заднюю передачу. Ничего не происходит, вот. Ничего не происходит, потому что у нас есть эта функция, но меню нету. Вот переходим в настройки, правильно? Вот это нажимаем в меню комфорт, в меню комфорт. Переходим в меню комфорт. У нас есть только складывание зеркал. Если нажимаем далее, больше ничего нет. То есть у нас нет этого меню, чтобы при заднем входе зеркала опускались. Но у нас есть эта функция, у вас тоже эта функция может быть, но так как уже с завода выключено, вы не можете это включить. Сейчас через DAS активируем эту функцию, у вас эта крутая функция у вас уже будет. Друзья, давайте активируем эту функцию, также запускаем программу DAS, но автоматически запускается. Блоки управления. Заходите в блоки управления. Информация и связь. Комбинация приборов. Диагностирование по указанию завода. Кодирование блок управления. Вариантное кодирование. Заходите в последнее меню. Опускайтесь сами вниз. Немного вверх. 13 меню. Вот 13 меню. Меню зеркала. У вас уже если у вас нет этого меню, вы не можете включить эту функцию, но с завода у вас есть эта функция, но выключена. Вот у нас тоже выключена эта функция. Мы активируем. Enable. F3. Перевести кодировку в блок управления. Да. Кодировка проведена. Обязательно делаем сброс. Назад. 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 Вот активация и сброс. Да. Готово. Сейчас давайте посмотрим результат. После сброса часы автоматически настраиваются. И давайте закроем дверь. Заводим двигатель. Смотрим меню. Вот нажимаем меню. Заходим в настройки. Вот это настройки. Settings. Нажимаем вот сюда. Опускаемся вниз до комфорт. Сюда. И вот у нас Mirror Adjustment Parking. То есть при парковке опускает правое зеркало. Вот видите, у нас выключено. Поэтому у нас не работал. И вот когда мы включили меню, уже мы можем включить эту функцию. Так. Сейчас мы включаем плюсом меню. У нас уже есть эта функция. Это классная функция. И сейчас давайте посмотрим. Ставлю заднюю передачу. Вот видели? Парковка. Вот на D вернулся обычное положение. И на R опустился. Вот сейчас посмотрите. Пусть вернулся обычное положение. И на R опустился. Пусть вернулся обычное положение на P. Вот все. Вот если эта кнопка уже вы нажмете на левую сторону, все будет уже не будет работать. Все. Поэтому обязательно не забудьте нажать на правую сторону. Все друзья. Классная функция. Включите и пользуйтесь. Всем спасибо. Поддержите канал. Напишите комментарии. Ставьте лайки. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok